Наконец-то я покрасил свои шестирамочники, видите, вот так, прошел год с лишним, вот теперь я буду пересаживать, вот такие получились, достал такой грунт, как хотел, но только немножко светлее. Ну, пускай для Испании будет то, что надо. Будем заселять потихоньку. Навощиваю, так, магазинные рамки, так же самоэкономлю, видите, как и в Украине, чтобы не расходовать лишнюю вощину, пускай лучше я получу больше чистого воска. Они все достроят и сверху, и снизу дотянут. Ну, естественно, нужно, чтобы был взяток, а сейчас, в данный момент, идет взяток, отстраивает красиво, потому что, видите, семейки сильные, сколько языков. Специально оставляю, смотрю, как они будут тянуть, тянут хорошо. Так что, экономлю. Жизнь заставляет. Ну, правда, и в Украине было такое же. Ничего. Сегодня вот я открыл шестирамочный, так называемый, улей, который в десятирамочном находится. Ну, вот я не стал сразу снимать, думаю, посмотрю, что там, потому что там, где десять рам, и стоят по два магазина, все равно не помогает, идут в районе, никакая им вощина. А здесь вот, пожалуйста, вот языки, которые были за заставной, затянули, оттянули и залили. Смотрите, один язык, а эти два поменьше не тронули. И посмотрим, что там, есть у них маточники или нет. Я отдвинул, пока не вижу. Работают. Матка сеет, смотрите. Вот так идет работа у них в шестирамочном. Меда практически, вы видите, вот. Грамм, один грамм. Видите. И так все рамки. Вы видите, какая пчела работать. Вот, весь расплод вышел. Смотрите, матка снова засевает. От бруска до бруска, смотрите. Граммочка там на палец какой-то метку. А то все, вот, смотрите. И без проблем. Шесть рам не роятся. Смотрите. И пчелы, вот он магазин, полный с медом. И вот второй магазин я им уже поставил. А ну дальше сейчас я хочу заглянуть. Видите, я две смотрел. И ту смотрел. А сейчас еще дальше. Ну пчелы, смотрите. Шесть рам, и им достаточно, чтобы еще два магазина. Ну вот. И тут засев, закрытый. На выходе уже скоро. С двух сторон. Смотрите. Неудобно снимать. Вот такой результат. Не буду я вытягивать. Смотрите. Не, ну все равно не видно. Сейчас попробую вытянуть ту рамку. Крайнюю. Она тоже засеянная. Непогода у нас. Видите. Все затянуто. И так каждый день. И это провоцирует их к роению. А вот шесть рамочный. Видите. Им достаточно. Шесть рамок. Пчелы валом. И не нужно им роиться. Потому что. Сейчас мы глянем и крайнюю. Вам наверное слышно. Гулка. Пчела эта. Дуреет. Смотрите. И тут тоже все засеяно. Пятак еще не вышел. А это все засеяно. Боюсь, чтобы матку не повредить. Всем доброе утро. Смотрите. Семь часов утра. Такая вот красота. Вся пасека сидит спокойно. А те уля. Которые. Гости должны прийти. Уже смотрите как. Бомбят. Так я слово такое подобрал. Смотрите. Семь часов утра. А пчела уже здесь. Вот. Тока-тока я могу показать вам. Солнышко встает. Из-за гор. А пчела уже роевая здесь. Пришла. Сегодня ожидается температура до 25 градусов. Вчера видимо. Не рискнули вылетать. Ну так 7 градусов всего на улице. Смотрите. Уже каждый забронировал свое место. Все вот так. Видите. Где больше, где меньше. А там, где пчелы, уля, там тишина и спокойствие. Никого еще нет. Будем ждать гостей. Что делать. Чуть-чуть прозевал. Смотрите. Пришли гости. В этот улей. Что я вам показал с утра. Вот такая красота. Видите. Летят. И не видел даже откуда прилетели. Ну это не столь и важно. Главное, чтобы прилетали. Вот такой райок. Не буду им мешать. Надо идти чуть-чуть дальше. Вот так. Я смотрю, пчеловодам неинтересно даже. Когда за рая показываешь. Странно. Неужели все каждый раз так снимают вживую. Уже готовые только видят. А тут вот смотрите, как прилетает. Я ничего не проукрашиваю. Так, как есть. Прилетели, получается, в два улья. Там уже слились от вороя. Скорее всего, что с молодыми матками. Сейчас поделятся, наверное. Вот видите. В один и во второй. Ну все. Не буду им мешать. Не буду затягивать видео. Ну так, они летают у нас. Эста флор де лаванда. Муча обеха стра баха. Цветет лаванда. Пчелки жужжат. Слышно вам? Третье. Слышно. Третье. Муча. Третье. Лаванда. Цветет лаванда. Третье. Продолжение следует...